Первый форум социального бизнеса прошел сегодня в Минске. Участники представили лучшие инновационные практики и возможности инвестирования. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская разбиралась в моделях социальной экономики. Наталья, добрый вечер. Кто стал участником форума? Добрый вечер, Сергей. У социального предпринимательства женское лицо. В отрасли на стыке бизнеса и благотворительности идут в основном женщины. Открыт детский сад или центр по уходу за больными. Коммерческий успех такого предприятия это не сверхприбыль, а социальный эффект. Возможность неким инициативам не зависеть от грантов, быть более устойчивыми. Все это возможно с некоммерческим учреждением. Создавать рабочие места для инвалидов или производить продукцию, которая упростит жизнь людей с особенностями. Все это модели социального бизнеса. Национальный банк снижает ставку рефинансирования до 12% годовых. Решение принято сегодня вступит в силу 19 июля. Это будет шестое снижение с начала года. Устойчивость на валютном рынке, баланс платежеспособностей страны и, конечно, низкий уровень инфляции. Все это дает возможность регулятору принимать подобные решения. Инвесторы в поисках твердого в цене актива. Твердого в буквальном смысле слова. Например, драгоценные камни. Стоимость бриллиантов колеблется в пределах допустимой нормы. 57 тысяч долларов за карат 10 лет назад и 67 тысяч долларов сегодня. Инвестировать лучше в качественный бриллиант высоких характеристик и по адекватной цене. Инвестиционный камень должен весить не менее 5 карат и не светиться в ультрафиолете. Началось время массового сбора черники. Сегодня официальное разрешение получили жители Бресской и Гомельской областей. С 30 июня могут начинать заготавливать черную ягоду гродницы и могилевчане. В Минском и Витебском регионах к заготовке ягоды разрешено приступать лишь с 3 и 6 июля. За нарушение сроков сборки придется нести ответственность. Предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. Урожайность черники ожидается в два раза ниже прошлогодняя. Вот грибов ожидают больше, особенно боровиков и подосиновиков. Все чаще белорусы летают в отпуск с малолетними детьми. В бортовом меню авиакомпании «Белавиа» появился ассортимент детского питания. Помимо стандартного обязательного рациона малышам, дополнительно предложат пюре с мясом говядины, кролика, цыпленка, телятины, фрукты, а также сок или детскую минеральную воду, подходящую для кормления малышей с рождения. Спецменю для детей предусмотрено на всех регулярных рейсах авиакомпании. В среднем ежегодно 300 тысяч детей до 12 лет пролетают рейсами национального авиаперевозчика. И о курсах валют. Доллар вырос почти на копейку. Завтра по Нацбанку 1,93. Евро подорожал сразу на 4,5 копейки. Актуальный курс 2,19 копеек. Российский рубль снизился почти на 2 копейки. За сотню дают 3,24 копейки белорусских. Таковы основные деловые новости среды. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей? Спасибо. С обзором деловых событий дня была моя коллега Наталья Надольская. Продолжение следует...